Официально велосезон в Бобруйске открыли в преддверии 9 мая. С приходом тепла байки на дорогах города повсюду. Для водителей двухколесного транспорта обновили разметку и даже вели экспериментальные участки. Однако ПДД знает далеко не каждый велосипедист. Регулирован можно не слазить. Это правило мне осуждено. А на нервы грибы надо слазить. Вы в этом уверены? Да. По правилам дорожного движения велосипедист должен спешиться и перекатывать... А потом он мне сказал. Новое правило. Есть. Можно переезжать, так я переезжаю. Нет, правила нет. Ну вот теперь буду знать. Всему виной ошибочное мнение. В 2020-м в Беларуси активно обсуждалась поправка к ПДД, которая разрешала велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах. Вот только правило в силу не вступило. Переезд зебры на байки нередко приводит к трагедиям. Передвигаться нужно по велодорожке. А если она отсутствует, можно воспользоваться тротуаром, не мешая при этом пешеходам. По проезжей части разрешается ехать только в том случае, если нет ни велодорожки, ни тротуара. При этом держаться нужно не далее одного метра от ее правого края. Как показывает практика, у детей с ПДД дела обстоят куда лучше, чем у взрослых. Во-первых, надо ездить по велодорожке. И во-вторых, если тебе нет 14 лет, ты не должен ездить по дороге. Более того, двухколесный должен быть полностью комплектован. Спереди фары, излучающие белый свет. Сзади красный фонарь. Плюс катафоты. А еще исправные тормоза, зеркало, звонок. За 2021-й сотрудниками ГАИ уже зарегистрировано 174 нарушения. Самые популярные – движение по проезжей части, переезд зебры и отсутствие светоотражателей на двухколесном транспорте. К слову, в этом году на Минской появились две специальные дорожки для велосипедистов на перекрестках с Октябрьской и Шмидта. Здесь водители байков могут не спешиваться. Если тенденция зарекомендует себя с положительной стороны, то такие же прерывистые линии нанесут и на других участках дорог. За нарушение правил дорожного движения пешеходом либо лицом, управляющим велосипедом предусмотрена административная ответственность в размере от одной до трех базовых величин. В Израиле, например, нужно иметь специальные права, чтобы кататься на велосипеде. В Австралии запрещена езда без защитного шлема. А в Германии максимальная сумма штрафа доходит до 350 евро. Но можно ли вообще обуздать нерадивых гонщиков? Вопрос без ответа. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.